нашего пользователя, и по URL с помощью Google AdWords мы можем назначать на какую страницу, пользователь должен перейти, и после этого мы можем уже показывать ему определенный вид рекламы. Так, списки ремаркетинга формируются точно так же в общей библиотеке, и списки вы можете делать абсолютно любые, вы можете делать любые комбинации, какие вам интересны, комбинация или, комбинация кроме, исключать комбинации, то есть тут это ваша фантазия. Например, вы можете работать со всей аудиторией, но не хотите показывать рекламу тем людям, которые вас уже совершили покупку, то есть вы включаете всех пользователей и вы читаете пользователей, которые дошли до страницы «Спасибо за согласование». Так, здесь продолжаем по поводу создания списков. Теперь давайте на этом вопросе остановимся, я бы хотела услышать, если у вас какие-то вопросы, именно установить тега, именно работа с Google AdWords, и все ли понимают, что мы только что проговорили. Через Google Аналитику? Да, мы сейчас это проговорим, сейчас мы это проговорим, именно по AdWords. Есть какие-то вопросы? Все знают, да, так, где он находится. Отлично, тогда переходим к ремаркетингу через Google Аналитику. То есть с помощью Google Аналитики списки, которые мы можем формировать, могут быть гораздо более интересными, очень гибкими и таргетировать мы можем абсолютно все. Например, мы можем таргетировать источник, откуда пришел человек, мы можем таргетировать местоположение, откуда пришел человек, мы можем таргетировать людей, которые пробовали на нашем сайте меньше времени и конверсии. То есть, например, если для нас цель это 3 минуты, мы можем таргетировать людей, которые пробыли на сайте 2 с половиной минуты. И это быстрый результат. Все списки, которые мы пробируем в Google Аналитике, будут автоматически переведены в Google AdWords, если у вас аккаунты связаны. То есть, уже через это вы можете делать рекламные кампании, настраивать и подкружать нужные вам списки, подключать их к рекламной кампании. Через Google Аналитик у нас более точный таргетинг. Не скажу, что это для всех рекламодателей подходит, но все равно пробуйте. Потому что, например, если вы хотите работать с динамическим ремаркетингом или с ремаркетингом на поиск, все равно вам нужно будет поставить отдельный таргет на сайт, который сгенерирует система Google AdWords. Через аналитику вы можете настраивать ремаркетинг по целям, по лам, тоже странице, и по собственным комбинациям. Точно так же, как и в AdWords. Вот как раз таки то, как создавать списки. То есть списки находятся, если вы зайдете в администратор, там вы увидите слово ремаркетинг, там все это все просто инструкция настройки ремаркетинга. И вы сможете любой список, который вам интересно настроить. Если, например, представим, что вы какая-то компания, которая пишет софт и хотим таргетировать людей, которые скачали на что-то, при этом у нас, например, URL-страница не поменялся. Как в таком случае нам быть? Очень часто пример. Так, там нажимаем кнопочку скачать, и URL остается таким же. Здесь мы можем сделать цель по виртуальной странице или по событию, сделать это как цель, и опять же таргетировать таких людей, которые нажали кнопку сохранить или скачать, показывать им какую-то дополнительную рекламу. Пять преимуществ ремаркетинга с Google Analytics. Это динамические объявления, это, естественно, полная абсолютная отчетность о том, что происходит на вашем сайте. Точно так же, как и в обычных рекламных кампаниях с ремаркетингом мы можем работать с оптимизатором конверсий. Это легкое управление и это решение для таргетинга. По поводу оптимизатора конверсий. Скажите, кто знает, что это оптимизатор конверсий? Оптимизатор конверсий – это инструмент, который позволяет вам оптимизировать ваш аккаунт Google Analytics с упором на конверсии. То есть мы не ориентируемся на клики, мы ориентируемся именно на ценность конверсии. То есть этот инструмент очень хорошо работает, только если вы выполнили определенные условия. В вашем аккаунте должно быть от 30 конверсий за последние 30 дней и этот инструмент вы можете включать. Причем можете его включать и на уровне кампаний, и на уровне группы объявлений, как вам будет удобно. Обязательно вы пробуйте с кампанией на ремаркетинг, потому что особенно с динамическим ремаркетингом мы увидели очень хороший результат. Вот, в принципе, и все по ремаркетингу через аналитику. Есть ли какие-то вопросы? Все ли понятно? Да? В аналитике вы должны зайти в администратор. Ваши аккаунты должны быть связаны с аккаунтом Google AdWords. После того, как аккаунты связаны, и все галочки проставлены, что происходит обмен данными, что включена автоматическая пометка тегами. Это, насколько я помню, посередине, который у вас столбец, у вас профиль, аккаунт, и посередине там будет ремаркетинг. И вот там вы просто нажимаете «Настроить ремаркетинг». В зависимости, еще очень важный момент, какая версия у вас в Google Аналитике, возможно, вам потребуется поменять небольшой фрагмент кода прямо в коде Google Аналитики, чтобы у вас начали подтягиваться аудитории. И еще в аналитике нужно поставить галочку «Обмен данными с контекстной медийной сетью», чтобы вы смогли таргетировать людей в контекстной медийной сети. Более точную инструкцию можно посмотреть на справки. То есть, если вы напишете «Ремаркетинг с Google Аналитикс», вам первая ссылка будет очень подробная инструкция со всеми трапошутами. То есть, все, что может пойти не так, в эти справки очень хорошо зло. Я всегда к не обращаюсь, если вы рекламодательный какой-то вопрос. И прям проверяю все по шапку. Как только вы в списке ремаркетинга установили у себя в ремаркетинге в Google Аналитикс, они будут автоматически появляться у вас в общей библиотеке, в вашем аккаунте Google AdWords. Так, есть еще какие-то вопросы по ремаркетингу через Google Аналитикс? Нет? Отлично. Тогда двигается дальше. Еще раз хотелось бы поговорить про автоматизацию ставок, вот то, что я говорила про оптимизатор конверсий. Обязательно пробуйте его, потому что этот инструмент очень интересный. Не скажу, что самый простой, не скажу, что он подходит для всех рекламодателей, в зависимости от того, на каком этапе находится ваш аккаунт. Если вы включаете оптимизатор конверсий, когда у вас нет ни одной конверсии, включаете сразу его на всю компанию, вы увидите, что у вас происходят какие-то странные вещи, у вас, например, полностью может упасть трафик. Обязательно нужно выполнить все условия. То есть 30 конверсий за последние 30 дней, никаких глобальных изменений в компании за последние 30 дней, потому что если мы полностью поменяем все объявления, ключевые слова, с теми конверсиями, которые у нас были для системы, это новая компания. Обязательно должна накопиться история. И если все-таки достаточно рискованно включать оптимизатор конверсии на всю компанию, если эта компания целевая и приносит хорошее количество трафика, то настраивайте эту стратегию через гибкую стратегию. Все гибкие стратегии находятся в обкладке «Общая библиотека», «Стратегия назначения ставок». Там мы можем настроить стратегию по активизатору конверсии. Она будет называться «Целевая цена за конверсию» и уже на определенную группу объявлений, которые у нас лучше всего работают, просто ее подтеснить, посмотреть результаты и потом, например, подключать оставшиеся, чтобы опять же всю компанию не оставить под такой вот автоматический инструмент. Не удивляйтесь, что у вас немножечко упадет трафик и системе нужно некоторое время, чтобы полностью автоматизировать работу компании. То есть неделя, дать системе неделю, чтобы у вас уже автоматизация конверсии начала работать в полную силу. Давайте посмотрим, какие списки, еще раз пройдемся, мы можем создавать с помощью Google Analytics. То есть, естественно, это какое-то действие на сайте, человек перешел на определенную страницу на сайте. Это могут быть новые пользователи, это могут быть уже наши пользователи, с которыми мы работали. Это может быть источник трафика, то есть мы хотим таргетировать людей, которые пришли к нам из контакта, например, или пришли к нам из Яндекса, или пришли к нам из какой-то партнерской сети. То есть здесь уже через аналитику вы можете такие списки настраивать. Это по местоположению клиентов, если вы получаете трафик, например, со всего мира, или получаете трафик со всей России, но хотите таргетировать только отдельные города. Это ценные клиенты, это последовательность посещения, тоже очень интересный момент. Например, вы хотите таргетировать людей, которые пришли к вам с компанией А, на железное направление Б, и вы хотите таких людей таргетировать. Точно так же неоплаченные корзины покупок, если человек что-то положил в корзину, но не увидел желаемую страницу спасибо за заказ. Это какое-то взаимодействие с вашим сайтом, например, вы хотите таргетировать людей, которые посмотрели какое-то видео, либо нажали на флеш-объявление. И это могут быть более торгостоящие и какие-то дополнительные предложения. Например, человек у вас что-то купил, купил компьютер. Вы можете вам показать объявление со смежным товаром, например, чехолный компьютер с какой-то интересной скидкой. И тем самым увеличить свой общий чек. С новым тегом ремаркетинга, как и с Google Analytics, вот несколько стратегий, которые мы можем использовать. Конечно, это самые базовые стратегии. Сложность стратегии зависит от вашей фантазии и тех целей, которые вы хотите добиться. Мне очень нравится стратегия «Порекомендуйте другу». То есть мы должны таргетировать людей, которые уже совершили то желаемое действие, которое мы хотим, чтобы они совершили на сайте. Например, что-то купили. И в таком случае мы можем таргетировать людей с каким-то интересным предложением для реферальной системы, тем самым увеличивая нашу клиентскую базу. Теперь давайте поговорим о достаточно новом функциях ремаркетинга, который в общем так называется ремаркетинг 3.0. Прежде всего это похожая аудитория. Это ремаркетинг с помощью функционала YouTube, ремаркетинг на поиске и динамический ремаркетинг. Похожая аудитория. Скажите, кто слышал, кто видел у себя в аккаунте, потянулись ли похожие аудитории? Кто понимает, как они работают? Похожая аудитория, когда вы ставите тег на сайте, у вас начинает формироваться свой список. То есть это именно те люди, которые были непосредственно на вашем сайте. Через некоторое время вы заметите, если вы обратно зайдете в общую библиотеку, то у вас появляется новый список, похожий на все посетители сайта. То есть, предположим, если мы возьмем наш пример с очтителями воздуха.